Привет зрителям канала Форнаксфильм с выставки салон каминов. Сейчас предпоследний день. Я нахожусь неподалеку от небольшого стенда большого уральского завода Урал Микматерм. Ранее мы этот завод с вами знали по тому, что они изготавливают тены, но сейчас, я думаю, для многих будет открытием, что они еще и изготавливают электрокаменки, причем очень интересные по дизайну. И расскажет свои продукции нам сейчас Александр, который работает на этом заводе. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, расскажите нам, что вы привезли на выставку. Я так понимаю, стенд у вас небольшой, но продукции действительно очень много. Продукции много. Ну да, на данную выставку мы привезли электрокаменки для салон. В принципе, продукции у нас как бы много и этими каменками у нас это все не ограничивается, но конкретно на эту выставку мы привезли их. Я так понимаю, вы действительно начинали сначала именно с производства тенов? Ну да, действительно, 25 лет назад завод начался с того, что начали выпускать такие вот тены. Ну и постепенно пришли к тому, что нужно как бы расширяться. Начали выпускать там примитивные электрокаменки какие-то, там котлы для отопления. Вот в последние 5 лет мы эту линейку каменок очень довольно-таки расширили. Вот все, что здесь мы с ней не представлено, это наработки последних 5 лет. Ну, действительно, выглядят они очень неплохо. Во всяком случае, выделяются из всей массы продукции, которая представлена на российском рынке. И цветовые решения интересные, ну и по форме. Они, конечно, повторяют импортные аналоги, но тем не менее, выглядят вполне самобытно. Давайте поподробнее пройдемся по характеристикам. Вот, например, вот эти маленькие электрокаменки. Это домашние, прям совсем домашние. Да, в принципе, мы их проектировали по то, чтобы экстраивать домашние какие-то сауны. Данные каменки у нас мощностью от 2,4 до 3,6 кВт. То есть, это маленькое помещение, там, до, ну, вплоть до 6 кубов. То есть, это, по сути, там, какая-то душевая кабина, да, там, переоборудована в сауну. Либо там на балконе, там, сауна сделана. В принципе... Настенное исполнение, да? Да, да, конечно. Со встроенным управлением. На стенное исполнение оно может установиться непосредственно как на стену, так и угол. То есть, подвешиваемый уголок, все, можно пользоваться сауной. Здесь предусмотрена, как бы, регулировка температуры для того, чтобы комфортно было. В плане, ну, различным людям, да. Простая крутилочка. Да, да, крутилочка термостат. То есть, у нас настроили, допустим, вот он. Она настраивается по ощущениям просто, да? Да, да, конечно. То есть, там, как бы, предусмотрено, что... Холодно, жарко. Да, вы выкрутили, там, слишком жарко, вам вы убавили немного. То есть, ну, как бы, в принципе, по сути, вы один раз ее настроили и потом пользуетесь, если вы один, там, пользуетесь этой салами. Какие тены используются в этой каменьке? Какой мощности и какой материал, из которого они изготовлены? Смотрите, тены у нас все для всех каменных изготавливаются из нержавеющей стали, только из нержавеющей стали. Так как эта каменька у нас, ну, как сами понимаете, не мощная. Здесь тены диаметром 8,5 миллиметров. Обычно мы, как бы, делаем, там, десятку, либо 13 миллиметров. Это, получается, 1,2 киловатта каждый тен. Ну, да, если это каменька 2,4, то там тены по 1,2 киловатта. Это каменька помощнее уже чуть будет, да? Ну, да, это 3-х киловатт у нас, тены по 1,5 киловатта. Решение, каким образом, здесь, смотрите, все каменьки у нас изготавливаются из нержавеющей стали в марте 430, а если 430, ну, зеркальная нержавеющая сталь. Вот, и некоторые элементы сделаны из черной стали, но они покрыты порошковым покрытием. Ну, вот здесь, допустим, видно черное. Да, такая черная шагринь. А какую температуру держит? 200 градусов, то есть у нас термостойкие порошковые покрытия. До 200 градусов они держат температуру. Вот, цветовые решения, сами видите, в основном для каменок мы применяем только черный, либо красный, шашковый красный. Ну, и, естественно, нержавейка. Да, естественно, нержавейка у нас. А вот эти вот каменки цилиндрической формы, у них какие самые популярные мощности? Самые популярные, ну, в принципе, смотрите, мы выпускаем их мощностью 4,5 киловатта, 7 и 9 киловатт. Самая ходовая у нас 7 киловатт получается. То есть на нее самая большая спроса. Можете озвучить примерную розничную стоимость в вашем регионе на эту печь? Ну, на данную печь, по-моему, 14 тысяч. Ну, то есть вполне доступно, да. Вполне доступно, смотрите. Более-менее конкурентно с аналогичными печенами. Почему, во-первых, это печь уже со встроенным управлением. Во-вторых, она как бы выполнена полностью с нержавейки. Даже ржаветь нечему. Фены тоже, как я говорил, с нержавейки. Довольно долговечно. Ну, и конкурентно с масштабом. У вас еще есть пульты управления, которые можно делать выносными, устанавливать где-то вне самой парилки и управлять ими оттуда. Они поумнее, эти пульты уже? Какой функционал обеспечивают эти пульты управления? Ну, которые более продвинутые пульты у нас, они обеспечивают задержку включения каменных. Там программируется, получается, время. Сколько вы париться будете, допустим, вы запрограммировали 2 часа. Все через 2 часа она у вас выключится. И все, вам не нужно будет. Ну, забыли, не забыли, там, дизайли. Все, она у вас работает, отключилась. Ну, и, естественно, выставляем... Да, поддержание температуры. В принципе, для большинства случаев такого... Да, вполне хватает для обычного потребителя, вполне хватает. А давайте поговорим про вот эту напольную электрокаменку. Здесь, я смотрю, боковое расположение, подключение тэнов. Да, да. И сквозная каменка. То есть, ее можно, в принципе, смело устанавливать в коммерческих саунах. Да, кстати, вот эти каменки у нас очень охотно берут для коммерческих бани. Потому что она очень неприхотлива. Тэны здесь диаметром 13 миллиметров. И с малой отдельной мощностью на оболочке. Ну, это обеспечивает большую долговечность. Тэны не забываются, да. Самое главное, наверное, конкурентное преимущество этой электрокаменики, то, что ее невозможно залить. Все, что вы проливаете, лишнее, да. В принципе, сюда можно и ведро вылить, там, и все вниз уйдет, да, если не испариться. Но остальные каменки у нас с таким вот расположением тэнок тоже как бы невозможно залить. А, даже так. Да, мы обеспечиваем герметизацию всей их оттакной части. Точно, я вижу вот красный герметик. Да. Промазан красным герметиком, да. И вся вот здесь вот она по кругу обработана тоже. То есть, в принципе, туда попадание воды тоже исключено. Вы их сертифицируете по классу безопасности какого-то аппетита? Да, у нас есть сертификат соответствия таможенному союзу на всю нашу продукцию. То есть, все, что мы выпускаем, там, будь то каменки, котлы, там, либо конъектора какие-то, они, вся продукция у нас сертифицирована. Ну что ж, друзья, мы познакомились с электрокаменками из города Миас. Это Челябинская область, недалеко от Челябинска вы находитесь. Такой крупный завод, который ранее изготавливал только тэны и какое-то сопутствующее оборудование. Ну, а сейчас стал более таким народным, да, и предлагает такие вполне симпатичные и интересные вещи. Александр, спасибо большое за рассказ о ваших продукциях. Желаю успехов. Я думаю, что если у наших зрителей проснется интерес к вашей продукции, то в нашей розничной сети мы будем рады видеть вашу продукцию. До встречи. Пока.